Здравствуйте, друзья! Это компания АЛЯМ, Центр Юридической Защиты. И с вами Кузнецов Дмитрий и наш подписчик. Ролик присланный подписчиком переговоры с микрофинансовой организацией. Деньги в руки. Всем уже известно, что если человек правильно защищается, знает что к чему, то у этих шарак никаких шансов в суде нет. Потому что они простые банальные расставщики. И послушайте, как они бесятся. Когда понимают, что человек их не боится и готов идти в суд. И что этим фактом их не напугать. И не боится он коллекторов. И вообще ничего не боится. И как выясняется, отдавать ничего не будет. Послушайте, как она верещит с самого начала. Ну давайте, внимание, микрофинансовая организация и наш подписчик, автор. Спасибо ему за ролик. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok в Одессе на взыскание. У нас нет даже причины ему отказывать. Но у нее 24 часа. Да, мы звонили, говорили. Типак лечения, чеки и так далее. А кому предоставить нужно это? Ну в офис, конечно. Если действительно ваш договор находится. Вернее, если вы лечение проводили именно в рамках действия договора, мог приостановить вам процентные ставки. А если нет, к сожалению. В каком моменте лечения вы занимались? Если на лечение брали денежные средства, это естественная ваша проблема, потому что вы заранее знали, куда обращались. Поэтому деньги возвращайте сегодня-завтра. Завтра, не позднее 13.00. Возможно, что у нас в 14.00 состоится переступка правдивания. Я тоже брал. Ну, значит, вопрос решайте. С компанией коллекторского агентства сумма к оплате на компании будет увеличена в 2,5 раз. Возвращать придется, наверное, имуществам, которые по местной регистрации находятся. За действием компанией ответственности не ничего. Знакомых родственников и соседей оповещаете о том, что вы на сегодняшний день являетесь мошенническими действиями, занимаетесь хорошо? Мошенническими действиями. У меня есть документы, которые подтверждают, что в данный момент я нетрудоспособен по причине заболевания. Я тоже, кстати, брал танк. И жена моя брала. Тоже по причине... А скажите, а на момент выдачи денежных средств, когда подходили в организацию, на момент выдачи денежных средств, вы что, этим заболеванием не болели? Я болел, мы брали на... Просто получилось так, что... Все! Если вы болели, и вы брали деньги... От работы меня уволили, потому что у меня случилось все это на работе. Если вы болели... Да я вам о чем сейчас говорю? Если вы болели, и вы брали деньги, это ваша чистая ответственность. Это ваши проблемы. Я не слушаю, да, конечно, это мои проблемы. Если вы заболели, да, реструктуризация ваша, ну, возможно, была бы. Но на сегодняшний день, к сожалению, на протяжении двух месяцев по вопросу не решаете. Документы не представляют ни единая оплата, ни о чем в судебном порядке. А в каком порядке? А скажите, пожалуйста, Артем Евгеньевич, а деньги-то вы получали, наверное, тоже через судебный порядок, да? Или как хорошо... Я на судебный счет буду оплачивать без проблем. Артем Евгеньевич, вы, пожалуйста, услышите меня? Да я слышу вас. Я так понимаю, что отказываюсь, если вопрос-то решается... Я не отказываюсь, конечно же, я не отказываюсь. Компания коллекционного агентства завтра будет работать с вашим договором, и с ними будете договариваться уже лично. До свидания. Сумма к оплате. Я буду с ними договаривать, я их пошлю, куда подачу. Они будут выезжать по месту регистрации, конечно, да вы не имеете права. Я вызову милицию. Вы заключали договор, да и сегодня стараются от себя ставить на пересудку по требованию. Вот, в судебном порядке, вот решаем, что я оплачивать готов. В каком судебном порядке? В каком? В каком судебном порядке? Мы живем в Российской Федерации. В каком? Мы живем по закону Российской Федерации. Я еще раз говорю, у нас состоится пересудка право требования. Кодекса Российского, да? Конституции. Артем Евгеньевич, какой? А так вы договор подписывали? Ну, то есть он важнее, да, получать в Конституции? Правильно, потому что они с мошенничным, да? Вы сейчас почему мошенничество занимаетесь? Какое мошенничество? Вы сейчас занимаетесь мошенничеством. Я согласен, оплачиваю. Слово «согласен оплачивать» и «не оплачивать» ничего, это говорит о том, что вы отказываетесь от оплаты. Вы вообще, я могу поинтересоваться, у вас, какой вот, вы кем приходитесь в этой организации? Просто я, по-моему, уборщица мне позвонила бестолковая. Я просто не понимаю, вы хотите сказать, что договор, вас, вот этот, важнее законов Российской Федерации? Я знаком с законами. Данный, данный договор имеется... То есть 230-я статья федерального закона, вы не подчеркнули просто, да? Зачем Артем Евгеньевич приходить в организацию? Брать деньги и потом возить компанию в заблуждение? Я не хочу даже с вами разговаривать о вашем безобразном поведении, о вашей безграмотности. Вы что мне... Вы информируете вашу супругу, я тут еще раз говорю. Вы информируете коллекторами. И информируете. Я запугиваю, вы звоните, потому что у вас там миллионы, и вам там все равно, кто вам все звонит. И выезжает по месту регистрации, вопрос будет решаться уже на уровне другого. Какому договору? Вы меня запугиваете? Хорошо, я сегодня же пойду... Чем вас запугиваю? 382-я статья, да-да, договор. А 282-я статья, что такое федерального закона? Да, а 382-я, которая указана в договоре, вам знакомо, прочитайте, пожалуйста. Это все с новыми, это все вы распаритесь. Вы уже сейчас не угрожаете. Я понимаю, вы занимались мошенническими деятелями. Я не занимаюсь, я вам лично говорю, я готов оплатить. Вы тоже разговор записываете. Артем Евгеньевич, разговор записывается. Я еще раз... Вы меня слышите, нет? Я прекрасно вас слышу. Вы меня слышите, вы тебя не услышите, хорошо? Разговор был записан, я вас вывела на те моменты, которые необходимы, чтобы мои документы предоставили прокуратуру. Понимаете, вы даже не понимаете, я в каких моментах решила. Поэтому до свидания, до свидания, Артем Евгеньевич, до свидания. Всего вам удачи, да. Всего вам хорошего. Завтра ожидаете по месту регистрации компании коллекторского агентства, Артем Евгеньевич. Я разговор тоже записываю, и я его предоставлю завтра в полицию. Отвечать, будьте добры за свои слова. Я согласен, отвечать. Я готов платить по судебному счету. Отвечать, будьте за свои слова. Со всеми целями. Готов. Деньги брали не по суду. Деньги брали вы не по суду. Вы понимаете, что у меня сейчас такая ситуация жизни получилась. У меня сейчас нет денег, я не могу с ней рисовать. Всего до свидания, давайте поговорим. Я разговариваю с бревном, я могу сказать. Я разговариваю с деревом. Друзья, и в продолжение я вам напомню. Звонили не по долгу этого человека, а звонили по долгу другого человека. Этому человеку. Вы понимаете? Такое ощущение, что вот эта вот крикливая бестолочь работала где-то там в спецшколе какой-нибудь там училкой. И ее даже оттуда, наверное, выгнали. Потому что вот эта вот назидательная интонация, она о многом говорит. И вот эти, помните, там безобразное ваше поведение. Вот сто процентов работала где-то в деревенской школе или еще где-то училкой. Там ей не понравилось. Она в этой же деревне, где находится. Ей кто-то из знакомых подсказал, что можно поехать в крупный город и там вот устроиться коллектором. Я не против учителей вообще. И деревенских, и сельских, и городских. Хорошая достойная профессия. Но я по себе знаю, да, в мое время, вот в педули вот эти так называемые шли вот эти троечницы-двоечницы, которых больше никуда не брали. И после этого они работали не понять где или вообще нигде. Вот это из той категории. Вот сто процентов. Что касается вот этой перепалки с законами. Я сейчас поправлю автора, да, там не 230-я статья федерального закона, а именно конкретно федеральный закон 230-й. То есть это номер закона. И там очень много статей есть. И прежде чем передавать дело коллекторам, основной кредитор, как вариант, чтобы быть в рамках закона, обязан по основании 230-го федерального закона уведомить своего клиента о том, что произошло делегирование. Пускай это переуступка, либо агентский договор. Просто, что появилось третье лицо. Что коллекторы какие-то, да, на фирменном бланке и все остальное. Это раз. Во-вторых, почему бы вы думали, они вот так вот нервничают? У меня же разнервничалось, вы же видели. Есть ли закон на их стороне? Я уже много раз об этом говорил. Ты чего нервничать? Ну, спокойно, подождите, пока человек не платит там в юриста. Вдруг он поверил, а юристы все обманывают. И компания АМА обманывает. И потом там через полгодика подайте в суд закон на вашей стороне. И давайте, получите деньги в тройном, в четверном, там в десятикратном размере. Ну, закон же на вашей стороне. Нет. Они начинают орать. Они как черт ладана боятся той ситуации, когда человек понимает, что в суд он сам готов идти и им об этом сообщает. И вот в этом случае они четко и конкретно понимают, что они потеряли свои деньги. И вот результат. Для нее суд – это пугалка. Если начинать пугать судом, и человек вот этого боится, ой, не подавайте в суд, это работает. Это блеф. Потому что в суде-то как раз они ничего не смогут решить. И через судебного пристава в том числе ничего не смогут решить. Потому что в нашей стране взыскать с физического лица, если он грамотно защищается, либо на его стороне грамотные юристы, поверьте моему многолетнему опыту юридическому, в том числе и опыту наших клиентов, а их больше несколько сотен уже, не возложено. Это называется те самые условия, когда кредитору выгодно отказаться от претензий. В нашем случае, если клиенты обращаются и у них есть в их базе, в их багаже микрофинансовые организации, как правило, еще до суда мы отбиваем любой возможный интерес у микрофинансовых организаций, вообще требуют с нашего человека деньги, с нашего клиента, простите. Я уже молчу об онлайн организациях, которые выдают кредит на основании каких-то заполненных форм через интернет. Вот такая вот ситуация, дорогие мои. Хотите узнать, как работают кредитные юристы компании АЛЯМ, как мы помогаем людям? Пожалуйста, у нас есть сайт, на сайте есть видео, видео презентация, как устроена работа кредитных юристов компании АЛЯМ. Все вы там узнаете, увидите, поймете. Посмотрели видео, после этого оставьте заявочку в форме на сайте, если вы решили стать нашим клиентом, если вы устали от этих вот всех вот звонков, долгов, я не знаю, ощущения, что вы всем вокруг должны, что это никогда не кончится, то все, что вам нужно, это оставить заявочку в форме на сайте и ждать звонка наших специалистов. Звонить мы будем с телефонов, которые указаны на сайте. Забейте эти телефоны, но не нужно звонить на эти цифры, очень сложно дозвониться, практически нереально. Проще оставить заявку в форме специальной на сайте и дождаться звонка нашего специалиста. Пять дней в неделю, кроме субботы и воскресенья, пора, рабочее время мы вам позвоним по Московскому шоссовому поясу. Ссылочка на сайт в описании ролика есть. Для этого, любого другого, и также для вашего удобства, сейчас в правом верхнем углу видеотрансляции выходит кликабельная подсказка. Вот она. Пожалуйста, это наш сайт, к вашим услугам. Также у нас на нашем канале уже собран целый плейлист видеообращений. Прямых видеообращений моих к подписчикам этого канала, к гостям канала, к клиентам нашей компании, где я конкретно, четко, как говорится, точечными, конкретными ударами отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете очень часто в комментариях, в почте, при личном общении. Посмотрите, целый плейлист, там не один десяток роликов, а гораздо больше, и вы наверняка найдете для себя что-то полезное. Ссылочка кликабельная на этот плейлист выходит в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот она. Посмотрели видео, выбрали для себя тот самый путь, который вам сейчас необходим, и давайте действовать решительно. Вместе мы создадим условия, когда вашим кредиторам будет выгодно отказаться от претензий. Мы эксплуатируем 100% законные методы, никаких блатных наработок, знакомствам или еще что-то, мы не пользуемся такими вещами, это и не нужно. Наши действия 100% законны. Мы один из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. Вы можете обратиться за нашими услугами, где бы вы ни находились, в какой точке нашей необъятной страны, мы бы ни находитесь, Сахалинка, Ленинград, везде. Все, что вам нужно, это чтобы у вас был интернет. Если вы приняли решение, твердое решение, обратиться к нам, вы уже можете не платить в банк, в МФО, в онлайн-займ, куда угодно, не нужно. Потому что основным условием сотрудничества с нами при подписании договора, это прекращение всех финансовых отношений с вашими кредиторами. Это важно. Почему еще раз этот вопрос и многие другие освещены видеопрезентацией алгоритм работы кредитных юристов компании Лям, которая выложена на нашем сайте в самом заметном месте. Посмотрите еще раз видео и, пожалуйста, давайте распрощаемся, к чертовой матери, с этими долгами, с этими вымогателями. Итак, ссылочка кликабельная, в правом верхнем углу видеотрансляции выходит. Вот она. Посмотрите видео на сайте. Ну, мне остается с вами попрощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Огромное спасибо автору. У него еще есть ролики, выложим в самое ближайшее время. Кстати говоря, не забудьте поделиться в соцсетях, так называемый репост сделать, чтобы как можно больше количества людей знало всю правду. У нас есть группа ВКонтакте, ссылочка на группу в описании ролика есть. Вступайте в группу. Все ролики с YouTube канала дублируются в группе ВКонтакте. Ну, также там много дополнительной, интересной информации. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Аля. Всего вам доброго, друзья, счастья, здоровья и финансового благополучия. До свидания.